МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск коротких новостей. Бураевцы принимают участие во Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел. Он проходит в Казани. В этом году в сходе принимают участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов страны, в том числе из Башкирии. Бураевский район представляют у голова крестьянско-фермерского хозяйства Рамиль Зарипов, предприниматель Лесян Хамитьянова и студент Аграрного университета Мунир Зарипов. Они приняли участие в работе дискуссионных площадок, а также пленарном заседании с участием президента Татарстана. Бураевцы выберут детскую площадку для установки ее на благоустроенной территории реки Сару. В этом году в Бураево запланировано продолжение ремонта береговой линии. На выбор предлагаются два варианта благоустройства спортивных и детских площадок. В первом варианте акцент сделан на обустройство футбольного поля, совмещенного с детской площадкой. Во втором на обустройство спортивной площадки, состоящей из турников. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой всероссийской платформе «Городская среда». А теперь перейдем к основным новостям. Что делает женщину счастливой? Здоровье, любимое занятие, красивые наряды и не только. Обо всем этом говорили на территории женского счастья. Форум для прекрасных жительниц района прошел в Доме культуры. Территория женского счастья. Это мероприятие мы ждали уже, планировали уже в прошлом году. Но коронавирус внес свои коррективы, и мероприятие отложилось на год. Но тем оно для нас и ценнее, тем оно для нас и долгожданнее. Само название мероприятия говорит о том, что здесь речь идет о счастье с женщиной. Как мы знаем, счастье с женщиной складывается из многих параметров. Это и здоровье, это и психологический комфорт в семье, это и материальное благополучие. И вот сегодня на разных площадках мы как раз ведем разговор на все вот эти разные темы. У женщин, например, слушает нас, вы не можете начинать, когда у нас уже, допустим, мы уже родственники, поднимаемся на детку, это очень важно. На самом первом месте, конечно, на мой взгляд, находится здоровье. Потому что здоровье матери, здоровье детей, здоровье всех близких. Это обязательный компонент, без которого счастье женщины просто невозможно. И не случайно сегодня большое количество детских, узкоспециализированных врачей-специалистов приехали к нам в район. Не секрет, что в глубинке узкоспециализированные врачи большой дефицит. У нас организовано очень много интересных площадок, на которых наши бурайские женщины будут проводить мастер-классы, будут делиться с остальными гостями праздника своими наработками, своими увлечениями, своим хобби, которым они любят заниматься в свободное от работы время. У нас трое детей с семьей живут, они все занимаются. Вот, например, тюльпаны. На 8 марта выращивали такие тюльпаны. Вот видите, какие крупные, хорошие. Яблоки собираем и разные виды ягод. Сейчас вот зимой, как вы видите, черенкованием занимаются. Уже некоторые начали цвести. Пион древовидный, лаванда, и все, все есть. Еще одна площадка посвящена организации бизнеса. Организации, вернее, даст возможность научиться женщинам организовать свой досуг, свою самозанятость, получать от этого доход и удовольствие. На сегодняшнем мероприятии территория женского счастья в селе Бураево. Каждый мог попробовать себя в росписи тарелок, научиться этому искусству. Я проводила мастер-классы. Рисунки я делаю акриловыми красками. Существуют специальные краски, контуры, акриловые контуры. Они термостойкие. На солнце не выгорают, водой не смываются. Специальными контурами рисовать очень легко. Мы просто выдавливаем в виде точек краску. Размер точек зависит от силы нажатия на тюбик. Рисунок заполняется очень легко. Думаю, каждая женщина на этом мероприятии найдет для себя что-то новое, что-то полезное, унесет с собой теплоту, душевность, взаимопонимание. И это все принесет к себе в семью. И таким образом семьи у нас станут еще крепче, еще лучше. В конце марта в районном Доме культуры собрались самые активные творческие жители. С размахом отметили День работников культуры. Лучших сотрудников отметили наградами. Оркестр народных инструментов открыл концерт, посвященный Дню работников культуры. Народный коллектив настолько любим зрителями, что овации звучат с первых секунд выступления. Вместе с Денисом Арслановым музыканты исполнили композицию «Весенний привет». В Бураевском районе живут творческие люди, отметил заместитель главы администрации Гимир Нурдинов. Он вспомнил Руфу Галиеву, именем которой назван Дом культуры. Она внесла большой вклад в развитие культуры района. На концерте отметили труд работников культуры района. В прошлом году коллективы участвовали в республиканском марафоне «Салют Победы», за что и получили награды. Также вручили грамоты Министерства культуры, Администрации и Управления культуры и молодежной политики района. Многие мои коллеги сегодня получили высокие награды республиканского значения, районного значения, отдела культуры. И, конечно, хочется, чтобы нас всегда уважали, нас всегда поддерживали, нас всегда любили. На концерте был аншлаг. Такого сотрудники Дома культуры давно не видели. Здесь не только любители местных артистов, но и жители других сел и деревень. В этом концерте принимают участие наши работники, участники художественной самодеятельности из деревень и из села Бураева. Руковожу народным вокальным ансамблем «Инеш». Работаю я здесь уже 29-й год. В сфере культуры района трудятся целые династии. Родители приводят детей на кружки и коллективы, а те зачем? Получают профессию и возвращаются в родной район. В свой праздник рассказывают, о чем мечтают. Чтобы в нашем селе не угасала творческая деятельность, появлялись новые таланты и было всегда достижение, чтобы мы гордились своими талантами. Соревнования по плаванию прошли в Бураево. На дорожках встретились ребята от 6 до 17 лет. Все они стремились показать лучший результат, ведь на кону был выход на зональные соревнования. В бассейне давно не было соревнований. Первыми на дорожке вышли 6-ти и 7-летние мальчики и девочки. Их задача проплыть как можно быстрее дистанцию в 25 метров. Требований нет. Плыви как умеешь. Вольный стиль. Мне 7 лет. Мне нравится бассейн. Я хожу 1 год. Мне нравится плавать на спине. У меня 20 медалей. 9-7, 7-2, и 3-3, и 3-4. Хорошие скорости показали ребята постарше. Им по 16-17 лет. Они плывут 100 метров. Видно, что техника наработана годами. Тренеры довольны ребятами. У нас здесь плаванием занимается 5 групп, начиная с младших возрастов, кончая старшими. Младшие возрасты это 5 лет и 16-15 лет старшие возрасты. Мы готовим ребят для соревнований. Сегодня соревнования у нас прошли по всем возрастным группам. В каждой возрастной группе выбрали лидера. Они представят район в национальных соревнованиях. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Бураева в четверг, в половине восьмого и в субботу в 19.40 на телеканале ЮТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова